интересных вопросов. Если мертвые не идут на небо до воскресения, почему Иисус сказал вору на кресте, что он вор, будет вместе с ним на небе сегодня? Теперь, кстати, в этой связи те из вас, которые принимают участие на этом семинаре, это ваши Библии. Я также хочу напомнить тем, которые могли только что присоединиться к просмотру этой передачи. Вы можете получить проповедь каждого дня через интернет. Мы не прячем их ни от кого. Если вы не имеете средств, чтобы заказать серию уроков, или вы знаете людей, которые доставляют проповеди, и их телефоны заблокированы прямо сейчас, то воспользуйтесь для получения проповедей интернетом, где вы можете скачать их. В этих проповедях, которые вы можете приобрести, имеется приложение, в котором говорится о том, что Иисус сказал вору на кресте. Сейчас вспомните историю из Евангелия от Луки, где Иисус был распят между двумя разбойниками. Один справа от него, а другой слева от него. Эти два разбойника олицетворяли собой все человечество. Один был спасен, другой был потерян. Один поверил, другой сказал, «Если ты сын Божий, что означает «если»?» Отсутствие веры. Вы помните, когда дьявол пришел к Иисусу, он сказал, «Если ты сын Божий, если не спасает вас, друзья, праведник верой жив будет. Мы спасены по благодати через веру, и мы должны верить». Правильно? Но другой сказал, «Господь, вспомни меня, когда ты войдешь в свое царство». Иисус, несмотря на то, что его руки были прибиты к кресту, дьявол не смог сдержать его от дарования спасения. Он незамедлительно скрыл свое собственное страдание, и он сказал вору, «Поистине я говорю тебе, сегодня ты будешь со мною в раю». Многие из вас говорят, «Это достаточно ясно, да». В этот день он входит в свою награду с Иисусом. Помните всегда, друзья, что в оригинальном греческом нет пунктуации. Переводчикам, когда они переводили Библию короля Джеймса, пришлось решать, где им поставить точку. «Вы говорите, истинно говорю тебе, сегодня ты будешь вместе со мной в раю». Или «истинно говорю тебе сегодня, ты будешь со мной в раю». Это существенно меняет дело, где вы поставите точку. Это подобно человеку, у которого была жена. Задолго до того, как у них появились телефоны, они общались с помощью писем. И вот она отправилась на свой день рождения в Европу, во Францию. И она послала телеграмму, где было написано, «Нашла красивое пальто из лесы. Я бы хотела, чтобы ты купил его на мой день рождения. Цена – 2000 долларов». Когда они общались через письма и платили за количество слов, поэтому они делали послание очень короткими. Он ответил, «Купить нельзя подождать». Она купила пальто из лесы и вернулась домой. Он встретил ее. Когда она сходила с корабля, на ней было это пальто из лесы. Она сказала, «Ну как оно тебе?» А он расстроился и сказал, «Я же написал тебе, «Купить нельзя, подождать». В этом послании не было запятой, и она подумала, что он сказал, «Купить нельзя подождать». Поэтому вы можете получить совершенно другое значение из-за того, где вы поставите запятую. Тогда они поставили запятую на неправильном месте. Вы скажете, «Это легко сказать, пастор Дак». Почему вы думаете так? Когда вы читаете свою Библию, если вы откроете Евангелие от Иоанна, 20 глава, там говорится, «После того, как Иисус воскрес из мертвых, Он сказал Марии, когда она пошла преклониться перед Ним, она схватила его стопы». Перевод короля Джеймса говорит, «Не прикасайся ко мне, ибо Я не вошел к Моему Отцу. На самом деле, не задерживай Меня или не цепляйся ко Мне, ибо Я еще не вошел к Моему Отцу». Как мог разбойник быть с Иисусом в пятницу в раю, если Иисус еще не вошел в рай?» И Библия говорит, «Отец в раю». Христос сказал, «Я еще не вошел к Моему Отцу». Поэтому очевидно, что то, что Иисус сказал разбойнику, это «Я говорю тебе сегодня». Это в самом деле так и должно быть. Подумайте об этом. Все люди, окружающие крест, включая его собственных сторонников, потеряли веру. Они сказали, «Мы думали, что Он тот, который освободит Израиль». Но в то время вор, который был рядом с Ним, Он сказал, «Господь». Он назвал его Господом. «Вспомни Меня, когда ты войдешь в свое царство». Он сказал, «Ты царь. У тебя есть царство, и ты Господь». Посмотрите на эту потрясающую веру. Разве выглядел Иисус, как победивший царь в этот день, когда Он висел там, обнаженный на кресте? Он сказал, «Я обещаю тебе сегодня». «Я не выгляжу, как победитель сегодня». «Я не выгляжу, как царь или Господь сегодня, но Я говорю тебе, в будущем ты будешь со Мною в раю». Пожалуйста, объясните Матфея 28.1. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. Означает ли это, что суббота была отменена? Я рад, что миссис Бэтчелор читает это для меня. Некоторые люди, и существует очень маленькая группа людей, которые думают так. Один служитель, в особенности, сделал это своей любимой доктриной. Было так много вопросов, которые приходили на его радиопрограмму о субботе, так как истина о субботе в самом деле интересует христианский мир сегодня. Слышали ли вы когда-нибудь христианское радио? Сколько из вас слушает христианское радио иногда? Я не единственный, который делает это. Бывают зачастую вопросы о субботе, так как существует так много мест в Писании и ряд церквей принимают истину о субботе. Этот пастор взял это место Писания. Он проводит большую программу по радио, и он сказал, где это сказано. По прошествии же субботы, что это означает прекращение соблюдения субботы? И он берет это место Писания, которое является просто историческим документом того, что суббота закончилась, в то время, когда Иисус воскрес и превратил это в теологию, которая говорит о прекращении субботы, как таковой. Больше не существует субботнего дня. Ни первого дня, ни седьмого дня. Нет больше субботы. Друзья, простите меня, но это очень небрежные истолкования Библии. Вы просто прочитаете прямо здесь, и это говорит вам, они вернулись домой и соблюдали субботу в соответствии с заповедью. Это исторический документ, сообщающий, что это произошло в первый день недели. Это не говорит, что Бог отменил субботний день в этом месте Писания в Библии. Некоторые интересные вопросы. Татуировки — это грех? Левит 19, 28. Грех ли это делать, татуировку? Этот вопрос, друзья, политически неправильно задавать здесь, в Северной Америке. Но вот что говорит Библия. Вы ведь хотите знать, что говорит Библия. Аминь. Хорошо. Левит 19, 28. Ради умершего не делайте надрезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь. Библия говорит, что твое тело — это храм Святого Духа. Я жил довольно дикой жизнью, и Господь был благ ко мне. Я сделал много ошибок, но одного я никогда не желал сделать. Это тату. Это невероятно. Почему я не сделал? Потому что я испробовал все остальное. Причина была в том, что каждый, кто делал себе тату, спустя пару лет жалели об этом. И чем ты становишься старше, тем хуже они выглядят. Они выглядят, как древние карты со временем. Я встретил одного человека в Англии. Я переходил дорогу в Лондоне и был просто шокирован, увидев его. У него была бритая голова, и пол лица было покрыто тату. И одна сторона головы была полностью покрыта тату. Я подумал, что он сделал, что по-настоящему круто. Он был в толпе хулиганов. Я подумал, что ему будет трудно получить работу в Майкрософте потом. Мы обратились от хиппи в юппи. После того, как ты вырастешь из этого. Послушай, это на самом деле печально. У меня есть друзья, бывшие заключенные, и там в тюрьме все делают себе тату. А после того, как освободятся, всегда жалеют об этом. Не делайте этого. Возможно, кто-то думает, а если я уже это сделал, я что, потерян? Это был грех, но слава Богу, не непростительный грех. Нужно ли мне удалить тату, чтобы получить спасение? Нет, не обязательно. Вы можете молиться об этом, но есть люди, у которых все тело в тату, и это почти невозможно удалить. Но ты приходи к Богу со всеми своими шрамами, такой, какой ты есть. Аминь. Я знаю людей, которые использовали тату в виде свидетельства, как Бог изменил их из старой жизни. Я знаю этих ребят. Их руки покрыты тату, а вое сердце они отдали Господу. Они говорят, я не могу удалить это. Бог принимает их такими, какие они есть. Но Библия говорит, что вам не нужно этого делать. Ваше тело является храмом Духа Святого. Никакой графики на храме. Где Библия говорит, что новое небо и новая земля будут сделаны из пепла нечестивых или даже из старой земли и неба? Бог говорит, что Он сотворит новую землю и новое небо. Во-первых, новая атмосфера не будет сделана из пепла. Но если вы прочтете Малахи 4 главу, говорящую об искупленных, там сказано, что они выйдут и взыграют, имея в виду из Новой Иерусалима, и будут попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших. Видите, у Бога с самого начала был план, чтобы использовать эту планету как рай для своего творения. Его плану помешали, но Бог собирается закончить начатое. Бог не бросает ничего, Он является автором и завершителем того, что Он делает. И Он завершит Свой начатый план в этом мире. И естественно, Ему нужно все почистить и начать все заново. Но да, это произойдет здесь, на земле, ибо прах ты и в прах возратишься. Бог создал Адама из праха этого очищенного мира, который Он сотворит заново. Какой конечный результат ожидает того, кто совершил самоубийство? И будет ли результат таким же, если это человек верующий? Я обращусь к римлянам 8.38.39. Ничто не может отлучить меня от любви Божьей. Во-первых, я хотел бы спросить, почему верующий мог бы совершить суицид? Потому что в большинстве случаев я стараюсь быть осторожным. Мы все знаем, кто совершил трагическую ошибку. Чаще всего суицид это плоть чьей-то безнадежности и в беспомощной ситуации. А без веры Богу угодить нельзя. Но есть исключения. Я совершил погребение служения однажды. Это была молодая женщина, очень разочарованная в жизни. У нее были проблемы, связанные с психикой, или какая-то химическая, физическая проблема. Только Бог знает. Она приняла таблетки, чтобы убить себя, но потом пожалела об этом. Позвала на помощь. Попыталась позвать скорую помощь, и люди пришли вовремя. Но они не могли помочь ей. Она умерла. Технически на ее справке о смерти стоял штамп «Суицид». На справке о смерти штамп «Суицид». Но кто знает, что было в ее разуме с момента совершения акта и самой смертью. Возможно, она покаялась. Самсон, который будет в Царстве Божьем, совершил суицид. Он сказал, «Умрусь, филимстемлянами». Но на самом деле он пожертвовал своей жизнью, чтобы освободить Божий народ от их врагов. Когда он толкал колонну, он знал, что это убьет его. Здесь вы видите ситуацию человека, который технически совершил суицид, но будет спасен. Но в большинстве случаев, если кто-то из зрителей думает, что это выход, это ужасная ошибка. Люди думают о суициде из-за боли. И большинство самоубийц не избавляются от временной трудной ситуации, но делают ее хуже. Библия говорит, «Пока есть жизнь, есть надежда». Соломон сказал, «Живая собака лучше мертвого льва». Держитесь и не сдавайтесь. Ответим на несколько интересных вопросов. В Соломе 45.11 написано, «Остановитесь и познайте, что я Бог». Не значит ли это, что Бог живет в каждом из вас? Вы должны быть осторожны с ответом, который вы дали. Никто в этом зале не является живым сам по себе. Сила Божья дает человеку дыхание жизни. В этом смысле Бог дает жизнь всем людям. Но Бог не живет в каждом из нас, если только вы не пригласили Его в свое сердце. Иисус говорит, «Я стою у двери и стучу». Если вы услышите Его голос, это означает, что Он не только стучит, Иисус зовет. Если вы услышите Его голос и откройте дверь, то Он войдет. Господь никого не заставляет насильно принимать Его. Вам нужно сделать выбор, открыть дверь. Библия говорит, что Бог недалеко от каждого из нас. Он близко к нам, но мы должны пригласить Его к себе. В этом и вся разница. Правда, что 7 стих 20 главы книги Деяния доказывает, что церковь Нового Завета соблюдала воскресенье. Было ли преломление хлеба вечерей Господней? Большое спасибо. Давайте посмотрим. Откроем Деяние 27. Какая страница? В моей Библии 1629 страница. Потерпите немного. К нам всегда приходит много вопросов о субботе, подобно этому. И вы можете понять, почему так много людей возмущены. Многие искренние христиане говорят, «Вы знаете, всю свою жизнь я хожу в церковь по воскресеньям. Теперь я знаю о субботе. В Библии так много говорится о ней. Что мне делать? У меня есть семья. Моя церковь. И я научился в ней всему. Так как же мне относиться к субботнему дню? Во-первых, мы здесь не для того, чтобы оказывать на кого-то давление. Мы здесь для того, чтобы открыть вам Библию и рассказать о взаимосвязи этих вещей с субботой. Святой Дух будет говорить в ваше сердце. Но, пожалуйста, дайте мне обещание. Обещайте слушать то, о чем говорит Библия. Не затыкайте свои уши, подобные религиозным лидерам, которые побили камнями Стефана. Слушайте истину. Будьте открыты для нее. Разве я не прав? Иисус сказал, имеющий уши дослышит, что Дух говорит. Просто слушайте то, что говорит Писание. Некоторые люди берут Деяния 27 и говорят, что именно тогда было введено воскресенье. Или говорят, что Новый Завет доказывает. Воскресенье, первый день недели, является новой христианской субботой. Давайте прочтем это вместе, и вы увидите, о чем говорит Библия. В первый же день недели на первый взгляд это могло быть то, что мы думаем о воскресенье, когда ученики собрались для преломления хлеба. На этом люди останавливаются. Они закрывают свои Библии и говорят, видишь, Дак, первый день, преломление хлеба, вечеря Господня. В первый день у них было религиозное собрание. Это библейское доказательство того, что христиане признали первый день как свою новую субботу. Ладно, давайте на секунду обратим на это внимание. Я не боюсь этого. Какой день недели был первой вечерей Господней, когда Иисус преломил хлеб? Четверг. И что? Теперь четверг, наша новая суббота? Делал ли Иисус важные вещи в процессе нашего спасения во многие разные дни? В какой день недели Он сказал, свершилось в пятницу? Стал ли тот день новой субботой из-за столь явного события? Иисус умер в пятницу? Делает ли данное событие этот день христианской субботой? Нет. Нигде в Библии не говорится о том, что Иисус сделал что-то в определенный день, и тот день стал новой субботой? Более того, если вы откроете Деяние 2.46, вы увидите, что ученики каждый день преломляли хлеб по домам. Значит ли это, что мы должны соблюдать каждый день как святой и как новую субботу? Некоторые люди говорят, так, я не знаю, что ты соблюдаешь седьмой день как субботу, но я поклоняюсь Богу семь дней в неделю. Люди чувствуют себя очень набожными и святыми, рассказывая мне о том, что они поклоняются Богу семь дней в неделю. Я отвечаю, я тоже поклоняюсь Богу семь дней в неделю, но я не отдыхаю семь дней в неделю. Вы не становитесь святым, и если вы делаете это, то вы просто ленивый человек. И так ли? Здесь набожностью и не пахнет. Я верю в то, что нам следует поклоняться Господу семь дней в неделю. Продолжим читать. Вернемся к 20 главе книги Деяний. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово для полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Когда начинался и заканчивался день? Двенадцать часов по полуночи. Люди смотрели на свои часы и говорили, «О, день уже кончается». Вы знаете, когда кончается, начинается светлое время суток. В два часа утра. Это когда люди приспосабливались к переменам. Римляне были одними из тех, кто устанавливали полуночный отсчет времени. Это пришло гораздо позже. А после того, как прошли сотни лет после воскресения Христа, был принят следующий порядок. День начинался и заканчивался на заходе солнца. Написано, «При наступлении же вечера, когда заходило солнце». Итак, это вечернее собрание, и оно называется «Первый день недели». Каким днем он может быть? Мы могли бы назвать его «Субботний вечер». Когда солнце садится в седьмой день, начинается первый день недели. Те из вас, у кого есть Евангелие Короля Иакова, возможно, вы замечали слова, выделенные курсивом. Это означает, что в оригинальном языке этих слов нет. Читать эти слова нужно следующим образом. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, почему они собрались вместе? Весь день ученики были вместе, поклоняясь Богу в субботу. В наше время это субботний вечер. Павел готовился к началу путешествия в воскресенье, не соблюдая его особо, как субботу, которая будет первым днем недели. В контексте нет ничего, что говорило бы нам о том, что Бог вводит сейчас новый святой день. Причина, почему Лука записал историю о Евтихе, выпавшем из окна, заключается в том, что Павел слишком долго проповедовал в тот вечер. Проповедники, это урок для вас. И для тебя тоже. Когда ты проповедуешь слишком долго, ты можешь убить человека. Евтих выпал из окна. Он умер. Знаете, а ведь я родственник апостола Павла. Мою маму в девичестве звали Таршус. Помните, я говорил вам, что я еврей. Таршус. Так на иврите звучит слово Тарс. Друзья, мне об этом рассказывал мой дедушка. И мне хотелось бы поверить в это, но в любом случае забавно делиться с людьми своими догадками о своих родственных связях. Вот почему я так долго проповедую. Вот почему я поделился этим с вами. В любом случае, Павел рассказывает эту историю, потому что он обнял парня, упавшего с третьего этажа и умершего, а потом вернул его к жизни. Это основная мысль всей истории. Они не вели четвертую новую заповедь. Отлично. Карен, ответим на несколько интересных вопросов. Итак, объясните, пожалуйста, про 144 тысячи человек, которые пойдут на небеса. Неужели из 6 миллиардов спасется только такое количество людей? Хорошо. У меня для вас есть хорошая новость. У нас нет времени прочитать всю седьмую главу книги Откровения, так что вы прочитаете ее самостоятельно, а также 14-ю главу, где вы и найдете информацию про 144 тысячи человек. Здесь говорится о 12 тысяч из 12 колен. Это те, которые вышли из великих потрясений. Очень просто узнать про число 144 тысячи, если вы посмотрите первую и вторую главы книги Деяния. 144 тысячи. Вы посмотрите в Аксе, chapter 1 и 2. 144 тысячи. Это 12 тысяч умножено на 12. Не так ли? Мы знаем, что 12 это число Божьих церквей и их лидеров. Есть 12 апостолов, 12 судей в Ветхом Завете. Было 12 патриархов и 12 колен. Это число означает лидерство. Иисус и 12 апостолов в Верхней Горнице не были единственным, кто исполнится Святого Духа. Их было около 120 и затем эта группа, пророчествуя, крестила 3000 человек, а в последующем около 5000. 144 тысячи это особенные люди, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни шел. Так делали апостолы. Они шли туда, куда шел Агнец. Из этого вы можете видеть, что апостолы следовали за Иисусом и у них были близкие взаимоотношения. Также из 144 тысячи человек имеют подобное отношение с Богом. Они апостолы последних дней. Позвольте мне обратить ваше внимание на нечто интересное. Если вы посмотрите в вашей Библии, то увидите, что 144 тысячи избрано из 12 колен. Эти имена имеют духовные значения и список значений приведен в 7 главе. Иуда, Рувим, Гад, Асир, Нефалим, Монасия, Симеон, Иссахар, Завулон, Иосиф и Вениамин. Все имена имеют свои значения. Например, Иуда означает «Я буду славить Господа». Рувим означает «Он призрел меня» и так далее. «Если вы выстроите все значения в ряд, то мы получим следующее. «Я буду славить Господа, ибо Он призрел на меня и даровал мне успех». «Я счастлив, ибо мой сильный Бог не забывает меня и близок ко мне. Он приготовил мне обитель и посадил меня по правую руку от Своего Сына». Неудивительно ли это? Когда вы выстроите в ряд значений всех 144 тысяч имен, то вы увидите план спасения. Я могу поделиться многим на эту тему, но как Иисус сказал, «У меня есть многое сказать, но вы не сможете вместить все это». Из этих вопросов… Многие профессиональные медработники из адвентистов Седьмого дня работают в субботу. Можно ли заниматься таким видом исцеления в субботу? В нашей последней передаче мы поделились с вами тем, что Церковь адвентистов Седьмого дня проделывает, на мой взгляд, наиболее обширную медицинскую работу, чем любая другая протестантская организация. Мы не закрываемся в пятницу вечером и не заставляем никого валяться в постели 24 часа в сутки, в то время, как мы все в церкви. Это очевидно, что все люди нуждаются в любви и заботе. Вы знаете, что Иисус сказал, что лучше делать добро в субботу? Исцелял ли Иисус в субботу? Да, очевидно, здесь должен быть баланс. Прежде всего, если вы христианин, соблюдающий субботу, вам следует построить свой график таким образом, что вы не будете пропускать каждую субботу, потому что 7 дней без церкви сделают вас слабыми. Итак, вам нужно изменить график, меняться с другими таким образом, чтобы вы попадали на свои церковные служения. Карен работает в сфере медицины. Когда ее попросили работать в субботу, она отказалась брать плату за этот день. Она пожертвовала это Богу. Работа, которую вы выполняете в субботу, должна быть неоплачиваемой. Некоторые люди не согласны с этим. Вы не берете себе оплату, вы отдаете это Богу. Вы можете работать в таком учреждении, в котором говорят, что обязаны выдавать вам чек на оплату вашей работы. Хорошо, но вам не обязательно класть его к себе в карман. Вы можете отдать это Господу для работы каким-то другим способом. Так что, если мы работаем в субботу, то делаем это потому, что любим своих ближних, а не потому, что мы работаем ради дохода. Это мое мнение. И вы будете благословлены. И Бог благословит вас, да. Вы будете благословлены. Хорошо, объясни, пожалуйста. Извините, Иисус исцелял в субботу, но Ему за это не платили, не так ли? Из этих интересных вопросов. Как насчет обручальных колец? Вчера вы говорили об украшениях. Подходят ли обручальные кольца под эту схему? Хотите ответ из Библии? В Библии ничего не говорится об обручальных кольцах. Мы женаты с миссис Бачила, но не кольцо объединяет нас. Обручальные кольца пришли из язычества. Итак, вы хотите библейский ответ? Я хочу сказать, что на небесах окажется много милых богу людей, которые носят обручальные кольца. Но в Библии ничего об этом не сказано. Я знаю множество служений, где говорят, «О, это золотое кольцо, пришлось с древности. Оно принадлежало еще египтянам. Это был знак состояния». Когда рабыня теряла девственность, было какое-то значение в том, что на ее палец одевали кольцо. Так же делали вавилоняне, персы, греки, римляне. А из Рима в раннем Средневековье этот обычай перешел в церковь. Так что в Библии об этом не написано. Вы хотели узнать, что говорит Библия? Что ж, если вы покажете мне место, где говорится, что нужно носить обручальное кольцо, я буду счастлив поделиться этим знанием со всеми остальными. Хорошо? Расскажите, пожалуйста, о значении чисел в Библии. Например, 3,5, 7, 12, 40, 40 лет. Вы заметили, что в Библии то и дело появляются определенные числа. Этому есть причина. Мы знаем, что 7 представляет совершенный круг времени. Помните, однажды я показал, что если взять 7 кругов, 6 кругов и положить их рядом, то центр будет равен диаметру каждого круга. 7 совершенное число. Оно представляет идеальный круг. Кто знает, что значит в Библии число 40? Поколение. Число 40 означает поколение. Вспомните, сколько лет из-за своей неверности сыны Израилева не могли попасть в землю обетованную. Сколько они бродили вокруг нее? 40 лет. В 30-м году нашей эры Христос сказал сынам Израилю, что из-за неприятия ими истины их поколение не умрет, пока не увидит падение Иерусалима и храма, которое произошло в 70-м году нашей эры, 40 лет спустя. Так что 40 это поколение. Если 7 — совершенное число, то 3,5 — это его прерывание. 3,5 представляет время отступничества и измены. 3,5 года Илья бежал от Язавели, он был отвергнут. Иисус молился 3,5 года. Раннее Средневековье — это 1163,5 пророческих года отступничества и преследования. Число 10. Конечно же, оно олицетворяет волю Господа, Его закон, 10 заповедей. Помните, было 10 монет. Одну потеряли, но ее нашли и возрадовались. Было 10 прокаженных, один вернулся, чтобы поблагодарить Господа. А из 10 заповедей есть в частности одна, которая показывает, какой Бог, единый, который очищает и воссоздает нас. Мы узнали об этом, и это — основа всего. Число 12. Руководство Церкви. 12 племен и судей в Ветхом Завете. 12 апостолов в Новом Завете в воплощении руководства. Также это число Церкви. 12 первооснов, 12 ворот, 12 видов фруктов на древе жизни, 12 раз в год. Не правда ли? Хорошо. Интересных вопросов. Зачем нам нужно расплачиваться за то, что мы сделали до того, как обратились к Богу? Разве Бог не выбросил наши грехи в глубины морские? Хорошо. Некоторые люди размышлят о том, нужно ли расплачиваться, они думают, что если мы были прощены, то с этим покончено, и нам уже нечего не нужно делать с нашей прошлой жизнью. Это не библейская точка зрения. Давайте откроем книгу пророка Иезекииля, 33 главу, 15 стих. Я также прочитаю и 14 стих. А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог, запохищенное заплатит, то будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Теперь, если вы придете к Господу, а полки вашего дома наполнены вещами, украденными из магазина Месси, то один из способов засвидетельствовать, что Бог изменил вас, будет то, что вы избавитесь от этих вещей и отнесете обратно все в Месси. Правильно? Вы не должны говорить, «О, слава Богу, я теперь прощен, я оставлю это все у себя». Это ставит под сомнение то, что произошло у вас в сердце. После того, как я пришел к Господу, вы должны действовать соответственно тому, как Бог обличает вас. Перед тем, как пришел к Господу, я воровал годами, и невозможно было расплатиться со всеми, у кого я украл. Отчасти потому, что многих из них я даже не знал. Не знал, где они находились, я даже не помнил, что у них взял. Но знаете, Господь побудил меня отдать деньги, которые я украл у своего работодателя. Я работал на Баскин-Робинс и украл какие-то деньги. Через несколько лет после того, как я стал христианином, я приехал обратно из Калифорнии во Флориду на тот самый склад, чтобы отдать деньги, которые украл. Дух Святой вложил это в мое сердце, и когда я сделал это, то почувствовал мир и покой. Может быть, и у вас есть кто-то, кому нужно прийти и попросить прощения. Именно в этом и состоит христианство. Нужно показать, что вы стали другими. Нужно показать, что вы стали другим. Но вам не нужно ворошить прошлое. Да, это и невозможно. Это может ранить людей, а временами это невозможно для нас. Да, допустим, вы рассказали всем, каким негодяем является какой-либо человек. Вам вряд ли захочется сказать ему, «Я плохо говорил о тебе, извини меня». Это не принесет Богу никакой славы. Святой Дух направит вас в том, что вам нужно сделать. Но если вы украли, вам нужно это вернуть. По этому поводу нет сомнений. Вопросов. Сильнее ли Бог дьявола? Безусловно. Некоторые люди задаются вопросом, почему происходит так, что сатана имеет место в жизнях людей? Когда мы говорили о сатане, мы узнали, что Бог дает нам свободный выбор. Но некоторые люди злоупотребляют этой свободой. Они выбирают неправильного господина. Иисус сказал, «Если вы не со мной, вы против меня». Да, Библия говорит нам, «Тот, кто во мне, больше того, кто в мире». Тогда очевидно, что Творец больше, чем сатана, который является Творением. Можно, пожалуйста, объясните божественность Бога? Бог — это Отец, Сын и Дух Святой. Это три отдельные личности. Книге Бытия сказано, «Сотворим человека по образу нашему». Это говорит о триединстве Бога. Но, тем не менее, Моисей сказал, «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь и един есть». Как вы можете привести в соответствие существование Отца, Сына и Духа Святого и то, что Бог единственный? Очень просто. С точки зрения евреев, слово «един» не всегда означает численное количество. «Един» означает единство, сплоченность. Вступая в брак, люди становятся одной семьей, одной плотью. Вы можете быть единой командой. При крещении Иисуса Бог Отец сказал, «Это Сын Мой возлюбленный», и на Него сошел Бог Дух Святой. Иисус сказал, «Идите и крестите во имя Отца, Сына и Святого Духа». Итак, на протяжении всей Библии вы можете обнаружить три личности единства. Кто-то спрашивает о седьмой главе книги пророка Даниила, где говорится о древних днях. Бог Отец и Сын Человеческий предшествовали служению Духа Святого. Итак, я привел вам несколько примеров. Если вы хотите получить больше информации об этом, напишите, и я поделюсь этим с вами поподробнее. Когда мы попадем на небо, увидим ли мы три различные личности Бога? Я верю, что Бог состоит из трех отдельных личностей. При крещении вы имеете три отдельные личности, которые присутствуют в трех разных местах. Когда Иисус, Сын Божий, молился, Он молился Своему Отцу, который находился на небесах. Я верю, что они представляют собой три отдельные личности. Интересных вопросов. Должны ли христиане праздновать Хэллоуин? Давайте проголосуем. Я не призываю вас сейчас прийти к общему мнению, но просто скажите, что вы чувствуете по этому поводу? Думаете ли вы, что христиане должны праздновать Хэллоуин? Хорошо, следующий вопрос. Нет, ответь сначала на вопрос, почему. Хорошо. Прежде всего, есть люди, которые говорят, что если об этом празднике не говорится в Библии, то христиане не должны иметь с ним ничего общего. Но это совсем неверно. Например, День Благодарения это не библейский праздник. В Библии ничего не говорится о том, чтобы мы в ноябре праздновали День Благодарения. Но причина этого праздника в Библии, несомненно, есть. Нет ничего неправильного в том, чтобы выбрать День Благодарности Богу. Об этом написано очень много мест Писания. Итак, в Библии нет предписаний, запрещающих праздновать культурные праздники, если они не противоречат библейским принципам. Однако, Хэллоуин берет корни из дьявольской и языческой культуры. Этот праздник основали богохольники, которые не приносят никакой пользы. Они для забавы ставят около чьей-то двери символом этого праздника фонарем, сделанным из тыквы. И это имеет прямую связь с оккультизмом. Люди наряжаются гоблинов, призраков, дьявола, демонов и говорят, что это главный день, когда все последователи оккультизма собираются вместе. Однако, в Библии сказано, что христиане должны избегать бесплодных дел тьмы. Нам нужно остерегаться таких вещей. Итак, что вы будете делать? Что, если вам в двери будут стучаться маленькие симпатичные дети, одеты в страшные костюмы, и будут просить угощения? Вы захлопнете перед ними дверь и скажете, мы христиане, мы не верим в Хэллоуин. Вы думаете, так сделал бы Иисус? Нет. Нужно побеждать злодобром, поэтому, если к вам в дверь кто-то постучится, дайте им что-нибудь хорошее. Например, дайте им христианскую брошюрку или что-нибудь в этом роде. Есть кое-что, с чем вы ничего не сможете поделать. Поэтому, дайте им зубную щетку, чтобы они позаботились о своих зубах, которые могут сильно пострадать от огромного количества сладостей, которые они едят. Это отличная идея. Почему Иисус никогда не называл Марию матерью? Он всегда обращался к ней словом «женщина». Знаете, когда я первый раз читал Библию, я прочитал, как Иисус назвал Марию женщиной, разговаривая с ней на свадебном пире, когда он превращал воду в вино. Я подумал, что это не очень хорошо. Я имею в виду, что это похоже на то, когда байкеры говорят своим подружкам, «Эй, женщина, подойди-ка сюда». И это очень непочтительно. Иисус обращается к Марию, говоря ей «женщина». И это казалось мне не совсем приличным. И тогда я стал искать и нашел указание на то, что на оригинальном языке это был термин, означающий уважение. Это было что-то наподобие мадам. Вот как он к ней обращался. Я помню, когда я вернулся домой из военной школы, где всех учат называть «сэр». Такова военная подготовка. Я никогда не забуду свой первый год в военной школе. Вы должны постоянно быть на чеку и всегда держать себя в руках. Вы приучаете себя, говорит «сэр». «Сэр, я новенький». «Сэр, я парень». «Да, сэр». «Я ничтожество». «Да, сэр». «Я буду ползать по земле». И так всегда. «Сэр, сэр». И куда бы я ни пошел, везде было «сэр, сэр». Когда я приехал домой, я даже свою маму называл «сэр». Это выражение уважения. Итак, Иисус обращался к Марии, говоря «госпожа и женщина». Это была уважительная форма обращения. Выражение уважения. Я уверен, что при других обстоятельствах Он называл ее матерью, но в обществе Он называл ее женщиной, потому что в том обществе так было принято. Вы помните, когда Иисус сказал Марии Магдалине «Женщина, где твои обвинители?» Он обращался к этой блуднице, используя уважительную терминологию. Как люди соблюдают пятую заповедь, если у них дома постоянные ссоры и ругань? Конечно же. Все вы знаете пятую заповедь, которая гласит «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твоей на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Если ваши отец и мать, которых вы обязаны почитать, склонны вас оскорблять, вы все равно должны любить и почитать их. Но что, если они просят вас сделать что-нибудь такое, что нарушит одну из Божьих заповедей? Эфесянам 6.1 освещает этот вопрос. «Повинуйте своим родителям Господи». Это означает, пока ваши отец и мать просят вас сделать что-нибудь, что не нарушает христианские и библейские принципы, вы должны послушаться и помогать им до тех пор, пока это возможно. Но если они когда-нибудь попросят вас сделать что-то, что нарушает Божьи заповеди, я помню, как один раз моя мама попросила меня солгать, когда я жил в Нью-Йорке. Когда мы ходили в кино, она заставляла меня и моего брата лгать насчет нашего возраста. И таким образом, мы могли бесплатно пройти, потому что вход детям до 12 лет был бесплатным. И знаете, я был маленького роста, поэтому это можно было сделать очень легко. И никто ничего не замечал. И я делал это. Но потом, когда я стал христианином, и моя мама пару раз попросила меня скрыть правду и ответила, «Мама, я больше не могу так делать. Я люблю тебя и уважаю. Ты моя мама». Она сказала, «Ты просто ханжа». Из-за этого у меня были проблемы, но мы должны переносить это ради Господа». Хорошо, а как это можно сделать? Предположим, что родитель совершил над ребенком сексуальное надругательство. В таком случае уже речь не об уважении. Иногда может встать вопрос о прощении, и некоторые люди на самом деле борются с собой, чтобы простить своих родителей, если они словесно, физически или сексуально надругались над ними. Поэтому вам нужно усиленно молиться, чтобы Бог дал вам силу простить, потому что в таких случаях прощение не приходит естественным путем. Как правило, в таких случаях у человека останется глубокая рана. Что происходит, если вы не прощаете человека, который извинился перед вами? Иисус сказал в 18 главе от Матфея, что Он прощает нас. Еще Он ожидает от нас, что мы поделимся этим прощением с теми, кто обидел нас. Бог говорит, что если после того, как Он простил нас, мы не прощаем других, то наше прощение с Божьей стороны аннулируется. Притч этой главы сказано, «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату согрешение его». Господь объясняет молитву «Отче наш». Ибо если вы будете прощать людям согрешение их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешение их, то и Отец ваш не простит вам согрешение ваших. В Евангелии от Луки сказано немного по-другому, чем Евангелие от Матфея. Единственный комментарий на Господню молитву это «Если не будете прощать людям согрешение их, то и Отец ваш не простит вам согрешение ваше». Нам очень важно научиться любить и прощать друг друга. Вы можете простить человека, при этом не забывая об этом случае. Вы решили не говорить об этом. Вы говорите слова прощения, но не можете забыть о ситуации. Все нормально, друзья. Мартин Лютер сказал, «Вы не можете помешать птицам летать над вашей головой, но вы можете помешать им свить гнездо в ваших волосах, особенно в моих». Это значит, что вы не можете помешать приходить мыслям, таким как «Этот человек обидел меня, и я помню об этом». Но вы можете сделать выбор не принимать эти вещи, не позволять им видеть гнездо в ваших волосах. Скажите, «Господь, я простил их, как ты простил меня». И вот вам еще одно практическое утешение. Когда вы вспоминаете, сколько Господь прощает вам, тогда легче простить проступки других людей. Также, когда вы прощаете, вам нужно относиться с добротой по отношению к тем, кто обидел вас. «Би христиан и будь христиан». Правильно. Хорошо.